Если бы ты в этот момент не вышла, Пандора, даже не знаю. Я бы до сих пор шпиговал свинцом этих мерзавцев. Мой дорогой, я понимаю, что ты беспокоишься за меня, но так нельзя. Ты мог сорвать операцию, а она стоила нам огромных усилий. Нет, если бы я его не удержал, он бы тогда ворвался и всё испортил. Это точно. Да, но ведь они её чуть было не пришили. Радость моя, если бы тебя разоблачили, то живого места не оставили бы. Прекрати, Йорди, в чём дело? Я не маленькая и могу за себя постоять. И вообще, мачо я или нет? Неплохо сказано. Я смотрю, вы поменялись ролями. Ты ведёшь себя уверенно, по-мужски, а он стал эстричным, нервным, как... Ты что себе позволяешь? Не забывайся. И вообще, оставьте свои дурацкие шуточки. Ну ладно, самое главное, что микрофон установлен и действует, да? Самую точку, братишка. Мы теперь сможем прослушивать их разговоры и узнаем, что они замышляют. У меня предчувствие, что на этот раз мы их схватим с поличным. Готово, дружище, готово. С этой записи и с тем, что мы возьмём их с поличным, Роман Фонсека и Моралес, угодят прямиком в тюрьму. Можешь не сомневаться. Слушай, Франклин, не хочу вмешиваться в ваши дела, но... В разговоре речь идёт о передаче чего-то в условленном месте в назначенный час. Но мы не знаем, чего... Она права, дружище. А если это будут мешки с сахаром, как в прошлый раз, что тогда? Нет, этого не будет, Георгия. Информация совпадает с данными осведомителей. В этом месяце приходит большая партия. И это она. Тогда нужно торопиться. Ну да, как же, разбежалась. Минуточку, милая, ты останешься в комиссариате. Ты никуда не едешь. Почему? Франклин, я должна быть на операции? Нужно всё запечатлеть. Верно, дружище, я хочу видеть лица Романа Фонсека и Моралеса крупным планом во всех газетах страны. Ты едешь с нами, и всё. Всем подразделениям. Говорит Франклин Каренью. Начинаем операцию.